Ну, в прошлом году я успешно закончила шестую академию русскими весенными. Устроилась в наш государственный ансамбль песни-танцы Тирпан. Осенью была заявка на участие в конкурсах. Также прошла очный катинг и онлайн заявку тоже отправила. Первый тур прошла. Слава Богу! Сто баллов. Хорошо. Конкурс там замечательный, очень хороший. Продолжение когда? Продолжение пока в секрете. А, да, да. Да. Пока идет первый тур, люди смотрят, каждый суббот выходит эфир. Ну, первый тур серьезный был, я имею в виду по представительности, откуда были. Да, сам конкурс, ну, у нас всегда очень такой необычный, потому что участвует вся Россия. Все 85 регионов, все очень достойные, не зря я говорю, что второй сезон, очень такой набрали сильных соперников, участников. Вот, и все достойные. А с кем ты вот занимаешься, готовишься, самостоятельно или кто-то помогает? А, да, в данный момент самостоятельно. А с Игорем Михайловичем Лазаревым знакомы? Он уже в песнике преподает. Он преподает, да, я знаю, что он так же успешно закончил Российскую кабинет. Что интересно, Игорь был на кастинге, на том, что жюри. Даже так? Даже так, да. Вот. И кастинг проходил очень долго, целый день, то есть с десяти утра, там, ночью прошла, я выступила только в 9 вечера. Но я всегда говорила, говорила, что рассказываю, пришла с нами в костюме, там, в роли, это их, конечно, удивило. Я видел твое выступление, меня оно просто порадовало. Спасибо. Но очень переживал, как оценить жюри и то, что удалось пройти. Будем кулаки держать на будущее. Да, очень переживала, то же самое, за кулисами, все же там работают камеры, все смотрят, а им важно тоже запечатлеть эмоции. Вот. Но, выйдя на сцену, в студии «Голубки ногтых» из Васильники, выйдя уже на сцену, когда шоу «Разделение профайлов», я на сцену не выращивалась, а слышала, слышала свои слова и о республике. И в этот момент такая гордость меня, кажется, заполнила, и я как бы волновалась, конечно, но собралась, и после последних слов «Холингут уралан», и все, я собралась и показала. Сейчас в Тюльпане чем Вы занимаетесь? У нас в Тюльпане. Какая-то программа готовится, слышала новое? Да, готовится программа, скоро будет 16 февраля концерт. Хочу сказать, что уже сколько концертов прошло, и мы так тоже приглашают, выступают уже жители Калмыки, если все по-другому встречают. Это очень приятно, и сама очень радуюсь. И после конкурса стали, стали поможать. В ближайшем будущем мы позвали в Санкт-Петербург, в Бурятской земле, на Сагалу. В будущем, как бы, туда. Ну, очень здорово, что у нас молодежь такая, творческая и талантливая. И вот, не только, скажем, в фольклорию, в пении, в искусстве, у нас очень много хороших лауреатов, конкурсов, инструменталистов. Даже в киноискусстве мы сейчас делаем первые пробные шаги. И что приятно, это тоже молодые все люди, и режиссеры, и продюсеры, и сценаристы. Здорово. Здорово, что ты продолжаешь эту традицию. Мы хотим быть на память нашей встречи. Большой сувенир. Это наши калмыцкие мельцы делают. Для девочки это будет очень интересно. Во-первых, это чисто с прикладной точки зрения. Это шкатулка для всяких там безделушек девчонок. Но она еще и музыкальная шкатулка. Спасибо большое. На память нашей встречи. Мне нужна. И с праздником. Спасибо. Я хотела также Вас поблагодарить. В 2014 году российская калина музыки меня направила в ноль обменами студентов. Студентов учиться на один семестр, на долгий семестр, но как для меня, потому что все-таки страна большая. Ну и знание языка, конечно, знаю, но и смешка, потому что смешка другое. Спасибо большое за поддержку. Я к Вам обращалась. Рис и Клесин, т.д. Ханолтанерджина. Спасибо. Спасибо. Спасибо.